Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите итоговую программу «Прайм Тайм». Команда «24КЗ» работает в прямом эфире в студии «Ерланд Сесенов». И вначале кратко о некоторых событиях уходящего дня. Ущерб от весеннего паводка в Западно-Казахстанской области составил 70 миллиардов тенге. Всех пострадавших обеспечили жильем, а предпринимателям возместили убытки. Почти 90% ЧП в казахстанской армии не связаны с воинской службой. Заверили сегодня представители Министерства обороны. Ну и 350 иностранных студентов Астане и Алматы нарушили миграционное законодательство. Это выяснилось в ходе проверки Министерства внутренних дел. Об этих и других событиях в ближайший час. Почти 451 мегаватт составляет дефицит электроэнергии в Актюбинской области. Недостающий объем закупают в Северном Казахстане и России. Премьер-министр республики Улжас Бегтенов посетил регион и узнал, как решаются инфраструктурные проблемы в энергетическом секторе. Подробности далее. В Каргалинском районе премьер-министр Улжас Бегтенов ознакомился с работой ветряных станций Батамша и Батамша-2. Ежегодно они вырабатывают электроэнергию, которой достаточно, чтобы обеспечить 37 тысяч абонентов. Однако наряду с ветровой и солнечной энергией необходимо развивать и другие направления, считают энергетики. Тем более, что объемы энергопотребления растут. Таким стабильным источником, необходимым для развития экономики страны, является атомная энергетика, говорит вице-министр энергетики Сунгат Есимханов. Мы строим газовую генерацию для регулирования и маневрирования. Проявили соответствующие аукционы, модернизируем угольные станции. Но для развития экономики, для ее обеспечения, для таких крупных промышленных предприятий, которые мы посетили, нам необходима стабильная базовая генерация, которую мы считаем является атомной энергетикой, которая имеет коэффициент полезного действия 90%. В ходе рабочей поездки в регион премьер-министр посетил ряд предприятий, в том числе рельсобалочный завод, который производит в год до 430 тысяч тонн продукции. Олжас Бектенов осмотрел торгово-логистический центр, а также побывал на заводе по производству молочной продукции. Предприятие имеет собственную сырьевую базу, а в планах у руководства увеличить ферму на 1600 голов. Представили премьер-министру и отечественную продукцию для сферы ЖКХ. Начинали мы с торговли, пришли к производству. Данная площадка разработана в связи с потребностями жилищно-коммунального хозяйства. На этой площадке делаются насосные станции, канализационные насосные станции, системы очистки воды, тепловые пункты. Олжас Бектенов ознакомился также с мерами, направленными на повышение качества образования. В селе Батамша премьер-министр посетил учебное заведение, которое стало участником проекта развития потенциала опорных школ в сельской местности. При поддержке фонда «Казахстан-Халкена» в школе обновили оборудование и мебель на 250 миллионов тенге. Были полностью оснащены 25 кабинетов. Все это, по словам педагогов, положительно повлияло на уровень знаний школьников. Наталья Салькова, Инадин Блдобеков, Октябрьская область, 24КИЗ. Жить посредством призвал Маулен Ашимбаев на заседание клуба экспертов при Сенате. По словам спикера, за последние пять лет доходы республиканского бюджета выросли на 80%. Однако эти показатели не поспевают за продолжительными расходами. Они почти в два раза превышают поступление. Поэтому необходим баланс и увеличение доходной части бюджета. Очень важный принцип, президент обозначил послание, жить посредством. Короткий принцип, но он меняет все наши подходы. Что мы должны к бюджету не относиться как к инструменту для дальнейшего расширения, какой-то поддержки и так далее. Это все нужно делать. Но все должно быть в рамках наших возможностей. Если мы все сможем, в Министерстве финансов, другие госорганы, Акимы, этот принцип взять на вооружение, перестроить нашу соответствующую бюджетную и иную политику, жить посредством, мы сделаем очень большой шаг в сторону выстраивания рациональной, устойчивой экономической, финансовой и социальной конструкции в нашей стране. Председатель Сената высказал озабоченность по поводу того, что бюджетные расходы время от времени покрываются за счет средств нацфонда. Ашимбаев обозначил приоритеты в работе Палаты экспертного сообщества в этом направлении, отметив, что экономическое развитие требует соответствующей инфраструктуры, в том числе энергетической. Мы должны активно работать по диверсификации источников электроэнергии. Вы же люди все современные, понимаете, что будущее в атомной энергетике. У нас есть производство высокого передела, топливо, у нас есть сырье, у нас есть кадры, и у нас есть огромный дефицит. И логично же все, этот весь круг замкнуть, и тем самым войти в клуб стран, которые развивают ядерную энергетику. Поэтому, мне кажется, здесь тоже мы должны сейчас активно все вместе поддержать референдум. И надо двигаться в сторону использования атомной энергетики в стране, конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Народный штаб за строительство атомной электростанции прибыл к Казаларду. Там прошли встречи с сообществом матерей, аксакалами, сельскими жителями и трудовыми коллективами. Члены штаба рассказали о современных трендах развития атомной энергетики в мире и в нашей стране. Ответили на вопросы козлординцев и также отметили важность участия каждого казахстанца в предстоящем референдуме. Вопрос, который сейчас мы рассматриваем члены народного штаба в регионах, это предстоящий референдум, который состоит 6 октября. Вопрос один. Отношение народа Казахстана к вопросу строительства атомной электростанции. Вопрос очень серьезнейший. Поэтому, когда было принято решение уже о дате проведения, мы все общественные и политические силы Республики Казахстан собрались вместе и приняли такое решение, что это вопрос общенациональный. Он не может делиться на какие-то политические и общественные пристрастия. Он касается всех и каждого. И в продолжение темы далее немного статистики. Поддерживают ли казахстанцы строительство атомной электростанции? Такой вопрос задали жителям страны специалисты Института демократии. В соцопросе приняли участие 8 тысяч респондентов. Из них 60% поддержали строительство АЭС. 24% высказались против. 14% еще не решили. Также участников анкетирования спросили, готовы ли они участвовать в предстоящем референдуме. 41% опрошенных ответили, что будут участвовать в нем. Казахстанцев, конечно, в первую очередь волнует влияние на здоровье людей и влияние на окружающую среду. Помимо этого региональная выгода, то есть людям интересно и важно понять, насколько это повлияет на создание дополнительных рабочих мест, например. В их регионе. Соотношение затрат и выгод, опыт и репутация компании, которая будет строить станцию. В Париже прошла конференция высокого уровня, на которой министр энергетики стран ОЭС обсудили развитие атомной отрасли. США, Канада, Япония, Корея и еще 9 стран Европы выразили заинтересованность в присоединении к общей инициативе, которая должна решить наиболее острые проблемы в сфере ядерной энергии. Среди главных задач – финансирование строительства новых реакторов, обеспечение надежных поставок и подготовка квалифицированных кадров. Мы были рады, я говорю сейчас от имени Швеции, работать глобально с теми странами, с которыми мы разделяем одни и те же амбиции и основные ценности, и строить с этими странами этот тип сотрудничества. Мы заключили несколько меморандумов о взаимопонимании с европейскими коллегами США и Канадой, но сейчас планируем приступить к тесному сотрудничеству с некоторыми странами Азии, у которых, как мы видим, есть лучшая экспертиза. Очевидно, Казахстан, когда вышел на рынок как крупный поставщик урана, был очень хорошо принят миром атомной энергетики. При этом снизились цены, повысилась безопасность поставок. И сегодня в актуальной ситуации Казахстан играет очень важную роль. Мы продолжаем обсуждать тему АЭС-экспертами. К нам по Zoom из Актюбе подключается инженер-электрик Арман Монтаев. Арман Трурубекович, добрый вечер. Меня слышно? Добрый вечер. Да, вас слышно. На ваш взгляд, сразу перейдем к обсуждению. Вот как строительство АЭС может повлиять на отечественную энергосистему? Добрый вечер, граждане Республики Казахстан. Добрый вечер всем всем. У нас смотрит... Я отношусь положительно очень к строительству атомной электростанции. Потому что я долго эту тему изучал. Я знал, что еще 5 лет тому назад, если не буду врач, я знал, что будут строить АЭС в Казахстане. Я уже с атомом другие темы изучал, где это строится. И я понял, что после строительства АЭС обязательно, как показала мировая история, растет экономика этой страны. И естественно, когда появляются мощности, сразу начинают строить в других областях заводы, фабрики. А это тоже рабочие места. Это не просто рабочие места, а простые слова. Это когда, допустим, АЭС строится, там нужно очень много людей. Потом, когда АЭС построят, это нужно много людей, чтобы это обслуживать. Когда будет в областях развита уже промышленность, фабрики, заводы, это тоже рабочие места. Это я участвовал на всех международных проектах в последствии. Последний проект – это 3GP-завод на Тенгейском месторождении. И, вы знаете, это сложнее намного, чем АЭС строить. Там 5 турбин сейчас газовых мощных. И кадры есть у нас, которые оборудование итальянцы ставили. Они обучили просто наших специалистов в течение года. Наши ездили в Викторию, обучались там. Тут же так же будет. Нет проблем ни с кадровым. А вот как думаете, с появлением АЭС решится ли проблема, либо частично ли будет решаться вопрос по поводу дефицита электроэнергии в стране? Естественно, решится. То есть, вы хотите сказать, по всей стране решится или как? Или только южная часть? Нет, мы не будем упираться только на АЭС. У нас будет и развиваться альтернативно зеленая энергетика. Потому что транспортировка – это самая дорогая электричество. Чтобы транспортировать любой газ, хоть нефть, хоть, я не знаю, там, ЖД, авиаперевозки. Логистика – это очень дорогое удовольствие. И мы не будем упираться только на АЭС, я думаю. Мы будем строить и также ветровые генераторы, газовые. Ну, то, что будет возможность в каком-то регионе. Потому что, допустим, по тюбинской линии тянуть – это тоже нелегко. Впереди там озера, у нас впереди горы, есть хребты. Не так уж легко это все обойти. Так уж и не нужно, что мы будем. Предположим, на случай аварийной остановки этих реакторов, я имею в виду в случае одобрения положительных итогов референдума, если появится АЭС, так представим просто. Вот на случай этих аварийных отключений реакторов, какие вот источники питания должны там быть? Это все-таки иностранные технологии, получается, они будут под присмотром АГАТЭ? Простыми словами можете сказать, как оно будет выглядеть? Оно как выглядит – это источник питания будет для собственных нужд, называется. Я тоже строил завод, знаю, когда аварийная остановка, всегда у завода есть для собственных нужд питания. То есть это аварийная линия вторая, она всегда срабатывает. Там видел, сам участвовал. Роман Трубикш, вы пару слов сказали про кадры. То есть наши университеты, которые сейчас действуют, они смогут подготовить будущих кадров? Потому что специфика АЭС, вы сами знаете, очень сложная. Да, я же вам говорил, кадры, которые сейчас обучаются в Алма-Ате, на Курчатова там и еще там где-то в Алма-Ате обучаются, в институте, они не просто приступят к работе. Те, кто будет строить завод, обязательно они должны взять технопрактику на свои предприятия, на свои АЭС, где там во Франции или французы будут строить. Обязательно наши, кто будет обучаться, обязательно туда поедет и будет там год практику проходить. Только потом он сможет приступить к работе и кто под надзором экспатов. И потом уже потихоньку будет национализация передачи, как это сейчас на Кингите происходит. В принципе, неплохая идея. Спасибо вам большое, что нашли время для беседы. Спасибо. Да, мы продолжаем. К другим темам. 350 иностранных студентов Астане и Алма-Ате нарушили миграционное законодательство. Это выяснилось в ходе проверки Министерства внутренних дел. Правоохранители проверили мониторинг, провели мониторинг хостелов и общежитий, проверили документы жильцов и наймодателей. Нарушители привлекли к административной ответственности. К слову, в этих городах 98 общежитий и 395 хостелов. Помимо студенческих домов, полицейские осмотрели квартиры, сдаваемые в аренду. В результате установили больше 1300 так называемых резиновых квартир, где фиктивно прописано 36 тысяч человек. За факты проживания без регистрации, за фиктивной регистрации, органы внутренних дел привлечено к административной ответственности более 200 тысяч лиц. Благодаря принятым мерам количество таких резиновых квартир снижается. Но тут я хотел обратить внимание граждан на недопустимость фиктивной регистрации. Иначе за это предусмотрена как административная ответственность. Есть и уголовная ответственность. Об этом есть пример у нас в Астане, где один из жителей столицы зарегистрировал у себя почти тысячи граждан фиктивно. То есть тем самым создал своего рода легализацию, организацию незаконной миграции. Это им позволило легализации проживать в Казахстане, правоучить разрешительные документы. Собственная квартира привлекли к уголовной ответственности. Сегодня на площадке СЦК представители Минтруда доложились о миграционных процессах в Казахстане и реализации концепции миграционной политики. Об этом в студии Прайм Тайм мы поговорим с вице-министром труда и социальной защиты населения Аскарбеком Ертаевым. Аскарбек Маратович, спасибо, что нашли время для интервью. И добро пожаловать в нашу студию. Спасибо. Вы сегодня доложились о том, что положительное сальдо сохраняется в течение двух лет. Верно, да? Как это влияет на экономику? Если простыми словами сказать. Надо отметить, что миграция, как правило, вызывает или рост, или снижение численности населения. Соответственно, может оказывать влияние на экономический рост страны. Потому что формируется на рынке труда спрос и предложение. То есть, если внутри страны граждане остаются, то понятно, что они будут трудоустраиваться, работать внутри своей страны. Миграция, она, как правило, закрывает те трудоинтенсивные отрасли, так как сельское хозяйство, строительство, там, где местное население, как правило, не совсем туда идет, так как ставят другие перед собой цели и задачи молодежь наша, например, чтобы, ну, быть там востребованным в IT-отраслях и так далее. Поэтому здесь однозначно положительная сальдо миграция, оно положительно сказывается и на экономическом росте страны. А вот какие меры предпринимаются для привлечения кавалифицированных специалистов? Я имею в виду из-за рубежа, и в том числе из центра, и в регион имеется в виду? Ну, из-за рубежа, вот я по порядку начну. Мы в начале года приняли как Министерство труда приказ, где мы утвердили перечень востребованных профессий для иностранных специалистов. Этот перечень профессий, он охватывает такие отрасли, как здравоохранение, наука, математика, статистика, отрасли цифровизации, IT. То есть здесь мы перечень этот расширили. Если в прошлом году этот приказ посмотреть, он состоял из 30 наименований профессий, то в этом году мы его уже увеличили до 50 профессий. Более того, мы в этом году предусмотрели в этом перечне креативные индустрии, то есть мы предусмотрели привлечение иностранных специалистов в сферу дизайнеров различных и так далее. То есть этим приказом мы даем возможность иностранному специалисту прибыть в нашу страну по упрощенному порядку и работать в нашей стране. Теперь как привлекаются из регионов центры. Здесь у нас есть как бы система ЕМБЕК, где работодатели размещают уже электронно вакансии. И как правило с регионов, молодежь наша особенно, видя эти как бы вакансии, стараются подать свое резюме. И приезжая в большие и крупные города, они начинают уже дальше повышать свои квалификации, работать. А вот какие конкретные факторы, можете назвать топ-3, топ-5, влияют на внутреннюю миграцию? Вроде бы вы озвучили цифру в 1,7 раза, по сравнению с прошлым годом. Назовите факторы основные. Ну, здесь простой человеческий фактор. Молодежь, которая проживает у нас в регионах, конечно, сейчас она более такие, у них современные взгляды, они стараются ехать в крупные мегаполисы. Почему? Потому что города, ну, как правило, они всегда больше дают развитие, больше как бы и в части возможности реализовать себя там. То есть в любом крупном мегаполисе прибывший как бы гражданин наш, он всегда реализует себя там. Вот это один единственный фактор, когда, ну, наши граждане подталкивают, ну, наши мегаполисы. Мегаполисы, они всегда являлись центрами притяжения и остаются с центрами притяжения. У нас статистика показывает, что вся внутренняя миграция, 50% это вот наши три города притягивает к себе. Это Астана, это Алматы, Шенкент. Вот как раз к вашим словам, как правительство собирается справляться с увеличением численности в мегаполисах, вот именно в трехмиллионниках? Ну, здесь правительство руководствуется системой государственного планирования. У каждого города, региона есть планы развития. Отдельно, у почти практически у всех городов имеются генеральные планы развития. То есть это обсуждается и рассматривается на Маслехатах, формируются различные бюджеты. До формирования бюджетов, конечно, составляются расчеты, прогнозы, какая вероятность численности может быть прибыть, переехать там в Астану. То есть это идет как бы большая работа, делаются экономические расчеты, и уже в дальнейшем потом наши местные исполнительные органы начинают развивать этот план развития. То есть возьмем тоже Астану, то есть расти будет город в эту сторону или в иную, это будет зависеть от увеличения числа населения, получается, в итоге? Да, его прогнозируют, что, возможно, вероятно, будут увеличения. На несколько лет эта прогнозная численность высчитывается прям, и уже все необходимые государственные структуры, управление архитектурой, образование по школам или другие наши государственные органы, все начинают планировать, и в рамках этого плана формируется план развития, который потом реализуется. Хабрик Маратович, что касается переселенцев, которым предоставляются земельные участки, вот на сколько лет, что будет, если он сменит регион, и вообще кто контролирует, используются ли эти земли по назначению. Можете по этой части добавить? Можно кратко? Да, это вообще норма принята была в текущем году, 16 мая глава государства подписал закон, и для переселенцев, переезжающих с юга на север, в неконкурсном порядке, это вот самый важный момент, им предоставляются земли для ведения фермерских и крестьянских хозяйств. Это арендные отношения, они выдаются на 5 лет, то есть если глава семьи занимается и имеет навыки в сельском хозяйстве, он получает эту землю в неконкурсном порядке, развивается, то 5 лет он должен там как бы работать, жить, и если он дальше продолжает, семья остается, то арендные отношения дальше пролонгируются на тот же срок, даже на более долгосрочный срок, то есть тем самым это является одним из стимулирующих инструментов, чтобы граждане могли, когда пребывать в трудодефицитные регионы, могли как бы работать и в сельском хозяйстве. Собрый, Куратыч, рахметики, что нашли время и пришли в нашу студию, и дали интервью. Удачи вам в дальнейшей работе. Спасибо. Мы продолжаем. К другим темам. Израиль и Хезбулла обменялись новыми ударами артиллерии и авиации. В результате израильской атаки по южному пригороду Бейрута погибли 8 человек. Наранено 59, об этом сообщает Минздрав Ливаном. Что именно стало целью израильских военных, не уточняется. Наранее по северу Израиля из Ливана запустили 130 реактивных снарядов за час. Информация о пострадавших пока не раскрывается. По данным источника, снаряды запускали в два этапа. В начале 60-го, а затем еще 70. Израильским военным удалось перехватить некоторые из них. Взаимные обстрелы начались после обращения лидера группировки Хезбулла накануне. Он пригрозил ответными мерами на атаку со стороны Израиля методом детонации приборов связи. Жители Ливана отключают электронные приборы и телефоны, так как боятся новых взрывов, пишет New York Times. Ливанцы теперь с недоверием относятся к любой технике, включая радионянь, телевизоры и ноутбуки. Мы напуганы. Мои дети и родственники. Кто может чувствовать себя в безопасности в такой ситуации? У нас тысячи раненых всего за два дня. Это не мелочь, это война. Когда я услышал о том, что произошло вчера, я оставил свой телефон и уехал. Когда начали поступать пациенты, мы не понимали, что происходит. Начали приходить сообщения о взрывающейся технике. Мы испугались. У нас в больнице были пейджеры, и мы сразу же их отключили. Вместе с тем в стране распространились фейковые слухи о том, что произошли взрывы домофонов, телевизоров или других устройств. Ливанская армия призвала граждан сообщать о любых подозрительных предметах. Ранее в управлении гражданской авиации запретили пассажирам провоз пейджеров и рации в самолетах, вылетающих из международного аэропорта Бейрута. По официальным данным, в результате взрывов погибли 37 человек, ранения получили больше 4000. Власти страны и руководство Хизбуллы возложили ответственность за произошедшее на Израиль, представители которого пока никак не прокомментировали свою причастность. Взрывы пейджеров в Ливане могут грозить развитием региональной войны на Ближнем Востоке. Подобный акт агрессии расценивается как террористической атакой. Свои мнения в эксклюзивном интервью нашему телеканалу поделилась эксперт по Ближнему Востоку Акмарал Баталова. Аналитик отметила и прошедшие массированные авиаудары Израиля по объектам Хизбуллы. От того, каким будет ответ, зависит дальнейшая ситуация в регионе. На самом деле большой войны не хочет никто, но получается тут уже борьба амбиций. Потому что, как известно, Нетаньяху заявлял, что там в течение недели Хамас будет уничтожен и Газа будет освобождена. Но, как мы видим, самая сильная в мире армия, какой анонсировала себя израильская армия, Цахал, на самом деле не добились никакого успеха в Газе. И при этом там погибло более 40 тысяч уже мирных жителей, более 100 тысяч раненых. И до сих пор никакого нет, получается, результата. Не освобождены израильские заложники. Многие из них погибли. Правительство Нетаньяху пытается начать военные действия на границе с Ливаном. И, в общем-то, на самом деле получается, что в войне, кроме Израиля, никто не заинтересован. Все будет зависеть от масштабов ответного удара Хезболы. Потому что Нетаньяху ждет повода, чтобы начать боевые действия на территорию, ввести войска на территорию Ливана. Финансовую помощь аграриям увеличат до триллиона тенге в год. Эти деньги пойдут на удобрения, инвестпроекты, технику и другие запросы растеневодов. Об этом вице-премьер Серик Жумангарин сказал на встрече с фермерами Североказахстанской области. У аграриев накопилось немало вопросов. О них расскажет моя коллега Динара Абдирова. Динара, вам слово. Здравствуйте, Ирлан. Вы действительно заметили, что немало вопросов накопилось у наших аграриев. Это начиная от объявления цены о форвардный закуп зерновых и заканчивая подготовкой рабочих кадров. Есть несколько эпизодов из регионов нашей республики. О них мы сегодня и поговорим. В Североказахстанской области вице-премьер встретился с аграриями. Серик Жумангарин отметил, что во время весенних полевых работ государство готово оказать все меры поддержки. Объем помощи постепенно вырастет до триллиона тенге в год. Эти средства предусмотрены на удобрения, инвестпроекты, технику и другие запросы растеневодов, отметил Жумангарин. Однако, со своей стороны, бизнес должен вкладывать человеческий капитал, соблюдать агротехнические меры, использовать достижения отечественной сельскохозяйственной науки. В северных регионах подразделения очень мощные. Бараево, все знаете, здесь тоже есть, там Корабалыкская станция есть. Они за последние годы изобрели несколько очень успешных сортов. И сорт Семенова надо. Он опережает те сорта, которыми мы сейчас пользуемся. Почему не можем их нормально распространить? Он даже сейчас дает среднюю урожайность у него под 30 сантиметров с гектара и клейковина под 33-34. У него сейчас семенной фонд, который может обслужить только максимум 1000 гектаров. А нам надо миллион гектаров. Мы готовы профинансировать эти вещи для того, чтобы завтра вы были с хорошим урожайом. Между тем, сельское хозяйство Казахстана теряет инвестиции. С начала года объем сократился на 19%, а валовый выпуск в секторе, напротив, вырос на 4%. Это данные аналитиков Бюро национальной статистики. С начала года в основной капитал сельского, лесного и рыбного хозяйства вложили 407 миллиардов тенге. Больше всего инвестиции в растеневодстве и животноводстве. Основным источником финансирования аналитики называют собственные средства бизнесменов. Это 315 миллиардов тенге. Банковские кредиты составили всего лишь 8 миллиардов тенге, а бюджетные лишь 335 миллионов. В региональном разрезе наибольшая сумма вложений в Павлодарской, Туркестанской и Североказахстанской областях. Фермеры села Шардара Туркестанской области просят правительство спасти их поля. В Алатаусском сельском округе многолетняя проблема нечищенных арыков наносит урон урожаю, жалуются местные жители. Ситуацию разбирались мои коллеги в регионе. Житель села Алатаубатыр Максат Яхияев в этом году посадил хлопчатник и люцерну на общей площади 12 гектаров. Но из-за подъема грунтовых вод он не смог оросить свой урожай. Более того, почва подверглась эрозии. На один гектар земли мы потратили почти 300 тысяч тенге. Это и удобрения, и необходимые лекарства. Я опасаюсь, что даже этих следств не смогу оправдать. Конай Калдыкулов тоже посадил люцерну рядом с каналом Каширтка. Однако она так и не выросла. Растение негативно отреагировало на иссушенную почву. Наболевший вопрос не раз поднимали перед местными исполнительными органами, говорит фермер. Из 200 гектаров земли люцерна прорастает лишь на 4-х. Остальное пропадает. Растение в этом году нормально не питалось, а мы платим налоги за это. Негодование среди аграриев нарастает. Ситуация беспокоит и местных специалистов по водоснабжению. По словам Мансура Алимбекова, год за годом работы по расчистке и улучшению дренажных систем откладываются. Это приводит к их еще большему ухудшению состояния. Из-за рисовых полей на другой стороне этот дренаж переполнен, поэтому фермеры закрыли тот канал. Если мы его откроем, все останется под водой. Те, кто занимался этим, уже бросили все. В филиале Касушар заверили, что необходимые работы по очистке каналов проведут. По словам Ермека Смайл-Олеф, сделают это в рамках крупного проекта по модернизации ирригационных и дренажных систем. Дренажные каналы будут сделаны по программе ПУИТ. Это проект усовершенствования ирригационных и дренажных систем. В этом году, после завершения поливного сезона, они продолжат свои работы. Этот проект стартовал еще в 2016 году. Однако его реализация была приостановлена из-за удорожания строительных материалов в период карантина. Тем не менее, власти обещают завершить работы в ближайшее время. Пока же аграрий вынуждены ждать разрешения ситуации, опасаясь за свои урожаи. Асимутешева Катерина Попкова, Жан-Дожумабек, Туркестанская область, 24КЗ. Инар, а как проходит уборочная кампания? Вы, кстати, мне сказали про это. Да, Ирлан, очень актуальный вопрос. Вся открытая информация уже есть, доступная информация есть на сайте Министерства сельского хозяйства. Но я озвучу пару цифр. Это то, что в стране собрали уже с 5 миллионов гектаров площадей зерновых. 8 миллионов тонн зерна уже намолочено. Министерство, конечно, сельского хозяйства рапортует о высокой урожайности. Но, тем не менее, у аграрии в Акмолинской области есть проблемы со сбором урожая из-за осадков обильных. Вы знаете, в этом году их очень много. И, более того, влажное зерно негде сушить и хранить. Элеваторы забиты до конца. Проблемы в министерстве знают, признают и сказали, что держат на особым контроле. Спасибо вам за детальный обзор. Мы продолжаем. Аграрная кредитная корпорация поддержала фермеров Кустанайской области во время пассивных и уборочных работ. Сельхозтоваропроизводители финансировали по программе «Кингдала-2». Новые условия получения займа под 5% стали хорошим подспорьем, говорят аграрии. В хозяйстве Нур-Тоба выращивают сою, овес, ячмени, пшеницу. В последние две недели все силы брошены на уборку хлеба. С гектара намолачивают по 11 центнеров зерна. Получить такой урожай помогла своевременная финансовая поддержка со стороны аграрной кредитной корпорации. Порядка 130 миллионов тенге я получил на оборотные средства в марте месяце. Это позволило провести пассивную кампанию, работать с гербицидами. Единственная финансовая организация, которая позволяет сельхозникам какие-то дополнительные финансы получить. На таких выгодных, нормальных условиях. Вот сейчас Кендала-2 пошла программа под 5%, хорошая процентная ставка. Но вот сейчас после уборки будем заниматься на 25-й год. Я думаю, что без этой программы нам не обойтись. Программой Кендала-2 воспользовались и в хозяйстве Болтало-ЛТД. Заемные деньги направили на пассивную кампанию, внесение удобрений, борьбу с сорняками и заболеваниями растений. Очень большую роль сыграла в этом году фунгицидная обработка, потому что сначала была засуха, а потом пошли дожди. Где-то приходилось два раза работать. Вот там, где два раза отработали, хорошо. Средняя урожайность составляет около 12 центеров. Убрали 2500 гектаров в общей сложности. Погода в последнюю неделю сопутствует. В этом году аграрная кредитная корпорация, которая является дочерней организацией холдинга «Байтерек», профинансировала сельхозтоваропроизводителей страны на 420 миллиардов тенге. На весенне-полевые и уборочные работы было направлено порядка 320 миллиардов тенге. На следующий цикл для своевременной проведения уборочных работ и пассивных корпорация будет финансировать заемщиков на тех же условиях, по уровня Кендрала-2, по ставке 5% годовых. Аграриям, которым не хватает залогового имущества, впервые предоставляют гарантии фонда дому. Это 85% от суммы займа. Деньги доходят даже до самых отдаленных районов, говорят представители корпорации. Сделали это за счет увеличения каналов финансирования. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, 24КИЗ. Вы смотрите итоговую программу «Прайм-тайм». Мы продолжаем. Петиция об отмене воинской службы, смертельное ранение солдата-срочника на полигоне. А теперь вот еще одна трагическая новость. В Яговском гарнизоне мертвым найден офицер. По предварительной информации он совершил самоубийство. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит еще выяснить. В последнее время скандалы вокруг армии не утихают. Насколько вообще сегодня безопасно служить, поговорим с моей коллегой Кульнарой Хасаном. Кульнара, приветствую. Нам слова. Добрый вечер, Ирлан. Армия сейчас действительно подвержена критике. Неприятные инциденты, а порой трагедии происходят в воинских частях довольно часто. По данным военной прокуратуры, в период с 20 по апрель 23 года в вооруженных силах страны погибли 270 человек. Из них свели счеты с жизнью 86 военнослужащих. Зафиксировано 20 попыток самоубийства. При этом по статье «Доведение до самоубийства» осужден всего лишь один человек. К сожалению, более актуальных данных военная прокуратура пока не предоставила. Но очевидно, что ЧП в армиях не прекращается. О проблеме заговорили на самом высоком уровне. От президента страны до депутатов. Что говорят Министерства обороны? Какие меры собираются предпринимать во избежание таких трагедий? Порядка 90% ЧП в армии, как заверили в профильном ведомстве, не связаны с воинской службой. Основными причинами заместитель министра обороны по воспитательной работе Шайхасан Жазыгбаев назвал неосторожное обращение с оружием и боеприпасами, нарушение мер безопасности при эксплуатации техники, ДТП в неслужебное время, а также смерть из-за болезни. Причинами суицидов, по его словам, могут быть и семейно-бытовые неурядицы. Шайхасан Жазыгбаев отметил, что в последние годы, наоборот, идет тенденция к снижению числа уголовных правонарушений на службе. За последние три года число правонарушений, связанных с неуставными отношениями, снизились на 28%. Осуждены 12 военнослужащих. В этом году зарегистрировано 13 фактов проявления дедовщины. В целом мы отмечаем динамику снижения уголовных правонарушений среди военнослужащих. Если в 2021 году было зарегистрировано 176 уголовных правонарушений, то в этом году 131. На фоне последних трагедий и скандалов вокруг армии, скажем так, и Минобороны, число призывников не сокращается? Вообще такого риска нет, считает Министерство обороны Ирлан. Наоборот, количество призывников в Казахстане постепенно увеличивает. Если в 2021 году в армию призвали 32 тысячи новобранцев, то в этом году уже больше 40 тысяч. Давайте послушаем начальника департамента воспитательной работы Тлеухана Басхужаева. Не надо всех обобщать, все не хотят. В целом, мы вам скажем, за последние 2-3 года количество комплектования не только всех видов вооруженных сил. У нас происходит 110-120% комплектации. Подтвердение тому, все наши военно-учебные заведения, в этом году за Суламы, все школы, конкурса были 4 человека на одно место. То есть обобщать такое, что здесь народ не хотят, в этом плане, я думаю, это голословно. А чтобы узнать, как проходит служба у солдат, мои коллеги посетили несколько воинских частей и подготовили сюжет. Давайте посмотрим. Силы противовоздушной обороны, пожалуй, единственные, кто несет реальное боевое дежурство круглые сутки. Независимо от того, мирное это время или военное, бойцы подразделения всегда на готове. В одну из частей ПВО мы и отправились. День у солдат начинается с утреннего подъема. Просыпаться приходится в 6.00. Вот в такой казарме они живут. Апартаменты, конечно, не роскошные, это все-таки армия. Но у ребят тут есть все необходимое. От спортивного уголка с тренажерами до зоны досуга. Утренняя физическая зарядка в летнее время у нас продолжительность 40 минут. По окончанию утренняя физическая зарядка личный состав заправляет постель, личная гигиена, время отдается на личную гигиену. Потом по команде старшины роты личный состав строится на утренний осмотр. Утренний осмотр – обязательная процедура. Проводится он каждое утро. Командир выстраивает солдат, оценивает их внешний вид, проверяет состояние обуви и формы, наличие телесных повреждений. Проходит медпункт, если в тот момент больные или у кого-то за ночь, там температура поднимается. По команде старшины, командирам отделения отводят медпункт. Это уже воинская часть национальной гвардии в Караганде. Служба здесь практически ничем не отличается. Год службы расписан по минутам. Огневая и строевая подготовка, выезды на учения и еще большой комплекс мероприятий. Все это для того, чтобы вырастить из вчерашних призывников настоящих солдат, говорят командиры. Что об армии сказать? Об армии могу сказать. Отличное место. Каждому нужно здесь быть. Каждому мужчине. Здесь дисциплинируют. Это очень хорошо. Помогает в жизни. Друзей, да, очень много. Уже планы строим с ними. Какие, если не секрет? Например, построить какой-то бизнес. О дедовщине срочников мы тоже спросили. Ее абсолютно нет. Ее вообще не существует. Вот в 54-51 воинской части ее вообще нет. Я здесь этого не видел. С недавних пор у отслуживших в армии казахстанцев есть возможность поступить в ВУЗ без ЕНТ. Желающих воспользоваться возможностью достаточно. Есть среди срочников и те, кто нашел в армии свое призвание и хочет продолжить службу. Рауль Габитов специально для Прайм Тайм. Ну, действительно, сильная армия – это одна из основ национальной безопасности. И мне кажется, что престиж воинской службы необходимо повышать. Главное, что Министерство обороны знает, куда идут. И пообещали бы работать по принципу открытого правительства. И уже разработали сервис «Армия КИЗЭТ», где можно в любое время получить необходимую информацию. Спасибо, Клинар, за детальный обзор. Мы продолжаем. К системе газоснабжения подключили школу в селе Талапа области Олутау. Это первый соцобъект для отопления, которого будет использовать голубое топливо. В запуске котельной приняли участие генеральный директор «Хазахгаз» Аймах Бауржан Аскаров. Он приехал в регион проверить готовность объектов газового хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Елизавета Шалина расскажет. Село Талап – одно из первых населенных пунктов области Олутау, где несколько лет назад провели газопровод. Теперь на этот вид топлива перевели и школьную котельную. Работы в целом по республике, по газификации, по проведению распределительных газовых сетей ведутся очень активно, в том числе и в Олутауской области. В этом году мы, наша компания совместно с Акиматом области провели очень большую работу, слаженную работу. И планируем до начала холодов в городе подключить еще несколько социальных объектов, в том числе средние школы, школы-интернат, дом для престарелых. В целом по области 2000 граждан имеют возможность использовать быту товарный газ. Из них порядка 46% уже подключили свои дома к системе газоснабжения. В их числе – жители микрорайона Кабанбай-Батыра в Жасказгане. В прошлом году здесь по инициативе «Казакгаз Аймак» при спонсорской помощи компании «Шубаркуль Премиум» к 12 домам социально уязвимых горожан безвозмездно подвели газовые коммуникации. Дом отапливаем с помощью газа. Это очень удобно. Когда надо – включили, выключили. Теперь у нас очень тепло. Благодарим за оказанную нам помощь. Недавно в городе завершили строительство газопровода в двух кварталах, а также в западном районе. С началом работы газораспределительного пункта приступили к подключению домов. Все объекты газового хозяйства региона полностью готовы к отопительному сезону. Елизавета Шалин, Нурдовлет Аманкешев, 2А4КЗ, область Улутау. Ущерб от весеннего паводка в Западно-Казахстанской области составил 70 миллиардов тенге. Под водой оказались дома жителей пяти районов области и Уральском. Своего имущества лишились тысячи человек. Сейчас последствия стихийного бедствия уже ликвидировали. Всех пострадавших обеспечили жильем, а предпринимателям возместили убытки. Альбина Курмагалеева продолжит тему. Весенние паводки проверили на прочность жителей западных регионов страны. Были подтоплены дороги, дачные массивы и хозяйства. Вторая волна пришла от трансграничных рек, берущих начало в России. Большая вода разрушила 1300 домов в Бурлинском, Картубинском, Сырымском и Теректинском районах. Главный удар стихии принял Уральск. Под водой оказались 14 тысяч дачных участков. В зоне бедствия десятки тысяч жителей садоводческих товарищей. Домашний питомец Жамбулата из Калиева стал героем социальных сетей. На видео запечатлели счастливое спасение кошки. Добраться до нее житель Уральска смог только на лодке спасателей. Я услышал звуки, доносившиеся с чердака. Мне удалось туда пробраться. Я руками скрыл перекрытие и достал животное. Кошка была страшно напугана. Сразу же забралась ко мне под куртку. Видео залетело в соцсети. Многие недоумевали и говорили, почему не спасаешь уцелевшую технику? Зачем тебе кошка? Вещи-то все можно купить, а кошка – живое существо. Свой дом житель дачного массива построил всего год назад. Супругой делали ремонт, покупали новую мебель и технику. Сейчас Жамбулат разбирает завалы, пытается спасти все, что осталось. Говорили, немного воды придет. Максимум до колен будет уровень. Остались одни мужчины. Строили защитную дамбу, несколько дней работали. 21 апреля случился поводок. Успели уехать на машине. Буквально за час вода прибыла и достигла уровня двух метров. Дом полностью ушел под воду. Два месяца в воде стоял. Жить здесь теперь небезопасно. Без поддержки не остались. Помогали всем миром, говорит супруга Жамбулата Турсунгуль Батаргалиева. Три месяца с детьми жили в пункте временного размещения. И вот долгожданное новоселье. Получили новую квартиру взамен разрушенного дома. Жильем помог благотворительный фонд. Сейчас семья обживает новую квартиру. Когда нам вручили сертификат на 15 миллионов тенге, мы с мужем расплакались. Это были слезы счастья. Несколько месяцев мы не спали, переживали, как жить дальше. Были проблемы с документами. Нас не оставили наедине с нашей бедой. Помогли все. Завозили продукты, хостовары, одежду и многое другое. Теперь все позади. Дети до сих пор не верят, что это наш новый дом. Школа, детский сад. Все в шаговой доступности. Последствия крупнейшего за последние 100 лет наводнения местные власти ликвидировали. В пяти районах области построили 401 дом. 2300 пострадавших дачников обеспечили жильем. Спецкомиссия подсчитала. Ущерб от паводков составил около 70 миллиардов тенге. Снос старых дач. Получается, это те дачи, которые признаны аварийными и непригодными для жилья. Согласно техническому обследованию. По этим дачам сейчас уже начата работа по сносу и, так скажем, репутивации. Будет изыматься и полностью польза государства будет состояться. В дальнейшем не будут выдаваться. Скорее всего, будем переводить респонд, возможно. Во время ЧАЭС в регион были стянуты сотни единиц техники со всей страны. Мобилизованы тысячи военных волонтеров. Средства на борьбу со стихийным бедствием выделили крупные казахстанские компании. Благодаря общим усилиям помощь была оказана каждому пострадавшему жителю области. Альбина Кумаргалева, Ярбул Медгалев, Эльдар Аюпов, 24КИЗ, Западно-Казахстанская область. Почти в 10 раз увеличилось население села Козылжара Кмолинской области за последние несколько лет. Сегодня населенный пункт обрел второе дыхание. Есть современная школа, многофункциональный комплекс для детей и взрослых. Швейный цех строится дороги. Местные жители говорят, что село преображается на глазах. Что послужило толчком к развитию, расскажут наши корреспонденты. Село Козылжар расположено в 20 километрах от Астаны. Еще недавно численность населения не превышала 500 человек. Сейчас здесь проживают больше 5000 жителей. Многие стали возвращаться, увидев, как преображается населенный пункт. Живу здесь с рождения уже 76 лет. Всю жизнь работал шофером. Когда-то здесь было всего около 70 домов. Теперь Козылжар не узнать. Он растет и развивается. Хорошие дороги сейчас. А ведь раньше, как я помню, приходилось ездить по бездорожью и лопатами расчищали себе путь. Школа у нас была деревянная. А сейчас это большое уютное здание. Ярлан Сулеменов предприниматель. Живет в Козылжаре. Активно участвует в жизни села. Мы потихонечку начали активно участвовать в развитии поселка. Мелкие были вопросы. Это оснащение школы. Мы помогли школе дооснастить учебное оборудование. Даже некоторые вещи поставили. Специальная робототехника, которая позволила им тоже участвовать в Олимпиадах. Детские площадки и потребности, которые у нас уже возникали у меня лично. Это установка СТО. Там склады нужны были. Потом по своей профильной деятельности медицинский центр с аптекой. Сейчас в центре Козылжара строится новый многоквартирный дом. Он для высококвалифицированных кадров. Власти надеются, что готовое благоустроенное жилье привлечет в село специалистов. В многофункциональном комплексе, построенном в прошлом году, школьники ходят в различные кружки, получая дополнительное образование. По словам жительницы села Джеймили Сулейменовой, теперь дети загружены полезными делами. У меня ходит дочь старшая и старший сын. Ходят на разные направления. У них нет ни одного дня свободного. Понедельник, вторник всегда все забито. Каждый день по часам ходят. И не жалуются. Ходим на танцы национальные, на английский, на продленку ходим. Все очень замечательно. Хороший подход к родителям, к ученикам. Строительные площадки, швейный цех, спортивный, оздоровительный комплекс. Здесь каждый может найти себе новую профессию. Кто-то спортивный тренер, а кто-то медицинский работник. В селе функционирует современный медцентр, который оказывает много услуг. Раньше приходилось ездить в город, а теперь это все в шаговой доступности. Для меня это очень радостно, потому что когда я вижу свой поселок, который с детства здесь вырос, на глазах растет и цветет. В поселке можно жить, в сельском округе можно спокойно жить, развиваться, работать. У местных жителей есть заветное желание, чтобы Казалжар стал сельским округом. Сейчас село входит в округ Кабамбай-Батыра. Численность населения растет. И жители просят, хотят отделиться, чтобы создать свой именно округ, Казалжарский сельский округ. Я думаю, что если население превысит более 8 тысяч, уже можно отделять. Положительные изменения в селе очевидны, но еще многое предстоит сделать, говорит предприниматель Ерлан Сулейменов. Сложный вопрос, который не можем на себя полностью взять, это канализация, согласование честных сооружений. То есть, если будет такая поддержка со стороны Акима области, то мы, конечно, тоже можем вложиться в рамках какого-нибудь ГЧП проекта, сформировать канализационные честные сооружения для населенного пункта с последующим возвратом инвестиций. Сегодня миграция сельчан в города влияет на функционирование социальной инфраструктуры мегаполисов. Появляются заторы на улицах, возникает дефицит мест в школах и детских садах. Если благоустроить жизнь в сельской местности, то у многих казахстанцев отпадет надобность ездить на заработки в город. И это видно на премьере Казалжара. Раван Колыбаев, Нургалим Амурбаев, 24КЗ. Это были все новости к этому часу. Вы смотрели итоговую программу Prime Time. Мы выходим ежедневно в 20.00. Смотрите нас. Хороших на выходных. Продолжение следует...